Всем привет! Сегодня к нам приезжает известный человек, журналист, американец Тим Кирби. Тим уже фигурировал на канале Стройхлам в его ролике про каркасные дома. Тим обратился к нам за помощью в проектировании своего будущего дома. Почему вы к нам приехали? Потому что появился в моей жизни большой сюрприз. Мои родители позвонили и сказали, что хотят сюда приехать через год. В 22-й год отец сказал своим тембрам, «Дим, готовься!» Вот, и я хочу готовиться. А у меня есть 12 соток в Чехове. Я отремонтировал там маленькую дачу, но это все равно дача. Это не настоящий дом, и там максимум 40 квадратов. Поэтому это родители, и, как сказать, и тоже мои. Вместе у нас 6 человек. Это как-то много на 40 квадратных метров. Наверное, вы согласны. Особенно в каркасе. Вот, поэтому хочется как-нибудь реализовывать что-нибудь круто и интересно и с квадратными метрами. Но, но я знаю, многие в России, когда они говорят, что они хотят что-то побольше, они хотят абсурдно больше. Я не говорю 250, не 200, не 150. Честно говоря, я думаю, что идеал где-то, вот не знаю, 110-120. И будет хорошо. Может быть, даже 100. У меня вопрос чисто такой, скажем так, патриотический. Ага. А почему родители хотят приехать в Россию? Потому что там в Америке жить плохо. Ну, там в Америке какие-то большие проблемы. Вы знаете, моя мама достаточно, кстати, либералка. Да, она ребенок 60-х годов, она феминист. Но даже при этом недавно она сказала, что типа сатана захватил в Вашингтон. Поэтому, видите, США может быть слишком далеко. По поводу некоторых социальных позиций шагает не в ту сторону. Более того, есть одиночество. Я единственный ребенок. И я здесь, да. И теперь мама не работает и папа не работает. Мама вышла на пенсию только в прошлом году. И, наверное, есть больше времени подумать. И есть какая-то новая фантазия. И, наверное, третий момент, как мы все знаем. Доллар сильный. А в России, когда есть долларная пенсия, все получается намного лучше. Американская пенсия немножко тесная для Америки. А в России это как будто они работают. Вот. Понятно. Да. Ну, в общем, получать пенсию в США и жить в России при этом, это круто. Да-да, я жду свой минимум 800 долларов в месяц. Давай, дайте минимум в Вашингтон. Понятно. Так. Ну, а собственно, то есть мы сейчас собрались для того, чтобы помочь Тиму с проектом, его дома. То есть я так понимаю, что вся семья будет в одном доме жить, правильно? Ну, и время от времени, потому что у детей есть жизнь в Москве, но квартиры в Москве нет. Поэтому надо думать о будущем. Почему Чехов? Потому что когда-то я совершил проект, появился миллион в банке. И вы, как русский человек, знаете, что положить деньги на долг в банке в России невыгодная стратегия, поэтому купил то, что смог тогда. И поэтому, как сказать, я не знаю, что будет в будущее, но сейчас у нас микродом каркасный, это неплохо, это лучше, чем вообще не иметь никакого места жительства. Но я не знаю, что будет завтра. Но пока у них школа и теннис, и футбол в Москве. Поэтому скорее это будет сначала, может быть, родители, и мы по выходным, или какая-то комбинация, наверное, короче, туда-сюда, но родители там. Они ненавидят город, они не урбанисты, они любят всякие птичек и тишину, как и я. Понятно. Так, ну какие-то есть пожелания вообще по проекту будущего дома? То есть какое количество, набор помещений, может быть какая-то планировка? О, да, я точно знаю, потому что родители, они заказали, как сказать, дом-полуфабрикат, и планировка была достаточно удачная, как сказать. Но самое удачное решение было open space. По-моему, по-русски нет своего термина, это open space. Так красиво звучит, особенно мне. И это классно, потому что кто-то готовит, кто-то смотрит телевизор или что-то. Это очень хорошо для общения. Мне не нравится в советских квартирах, например, если там 60 квадратных метров, комната, комната, комната. Все мелко, все разделено в ячейках. На первом этаже хочется, чтобы там был open space. И туалет. И есть один случай, который немножко некрасивый. Я постараюсь это объяснить правильными словами. Конечно, у мамы никогда не было хорошее здоровье. И очень часто ей ночью надо использовать, как сказать, туалет, к огромному сожалению, срочно. И поэтому хотелось бы какой-нибудь, может быть, микро-туалет, который соединен с ее комнатой. Что типа первый этаж, open space, где мамы будут спать. Микро-микро-туалет, чтобы, как сказать, не было проблем. И туалет для остальных. Даже как они живут сейчас, у них есть удивительно мужской и женский туалет. Я просто хочу сказать, как бывший дизайнер, что есть какая-то таблица. Есть тупые и умные клиенты, и пассивные, и активные. Проблема в том, что я не хочу казаться вам, как тупой, но активный клиент, кто знает, что хочет. Я просто говорю, что более-менее на втором этаже все так. А на втором этаже как-то место, чтобы спать, и место, чтобы у меня наконец-то была своя студия. Где красиво было хромакей на стене, и не надо этот хромакей постоянно двигать. И все бы камеры, и освещение было на месте. А-а-а, такой кайф, как-нибудь. Но второй этаж, это более как-то вот, пусть будет студия, и все будет хорошо. Так, на втором этаже, то есть на первом этаже гостиная, кухня, столовая, мамина спальня с ее туалетом, и отдельно туалет. На втором этаже студия, и сколько спален нужно дополнительно? Ну, я не знаю, я просто смотрел все ваши видео, и я понимаю образно, как выглядит ваш, как сказать, дом с двумя этажами. И на второй этаж лестница идет, и я думаю, может быть, на одной стороне будет какая-то вот студия, а на другой стороне, по-моему, две спальни влезают, грубо говоря, и, по-моему, все. Один важный момент, что у нас солнце только с юга, поэтому хорошо было бы ориентировать open space. Я забыл, как у вас на втором этаже расстроено. Особенно open space был на стороне юга, чтобы солнце было и было светло. А где будет моя студия, может быть полностью в темноте, потому что я вампир. Я могу жить без солнца. Говорю, спрашиваю, как ты можешь петь? В России холодно и нет солнца. Да, холодно и нет солнца. Прекрасно. А для других членов семьи даже было просто, чтобы, если там, как сказать, крыша будет ориентирована на восток, чтобы были вот эти крышные окна, как это называется? Мансардные окна. Мансардные окна, чтобы получить утреное солнце. Поэтому студия должна быть на западной стороне, чтобы не было никакого утреного солнца. Крыша. Какая должна быть крыша? Плоская, скатная, мансардная, то есть полноценный этаж? Подешевренный. Подешевренный. То есть исходя из вот этих пожеланий. Опять, это немножко зависит от стоимости, конечно. Но в голове я как-то посчитал, и грубо говоря, типа 8 на 8, как, по-моему, у вас уже что-то 9 на 9 делаются. Да, очень часто, но 8 на 8 вполне хватает, может быть, даже 7 на 7, потому что опять стоимость, и потому что радио, отопление это фактор, потому что правительство Чехова обещало вода и газ когда-нибудь. Пока у нас есть электричество в ограниченном количестве 6000 ваттов, ну и всё. А, 6 киловатт электричества и всё. Да. Так, вот. Кстати, важные моменты. То есть сразу вот мы сейчас упираемся в том, что электричество 6 киловатт, и у нас очень мало электроэнергии для отопления дома. То есть это важный момент. И один момент, нюанс, потому что я владею и один дом, и рядом соседний дом. Может быть, если председатель не смотрит, мы можем как-то объединить 6000-6000 вместо. Как вы понимаете, я не знаю, если это работает, но есть, как казалось, два доступных столба. Понятно. В общем, я так думаю, что здесь надо будет в любом случае строить энергоэффективный дом, потому что отопление альтернативными источниками. Это первое. И чтобы была эксплуатация недорогая. Но помимо этого нужно... Есть ночной тариф, возможность подключения? Дневной ночной тариф. По поводу электричества? Да, да, днем получается 5 рублей за киловатт, например, ночью 1,5 рубля за киловатт. Не, не, мы получаем из города все стабильно. А я даже подумал, может быть, тоже поставить печь где-нибудь в середине, потому что реально многие делают ремонт, и появляются какие-то горы старого дерева, и отдают бесплатно даже иногда. Да, поэтому как-то хочется бесплатно топить дом. Ну, бесплатно топить дом – это хорошо, но кочегарам-то тоже не хочется, наверное, работать. Ну, да, нет, конечно, электричество в первую очередь, потому что я ленивый. Но как дополнительный способ. И поэтому моим родителям, им все это нравится, это романтика, они могут как-то вот, да. Но отец пьет, поэтому надо делать печь, достаточно безопасно. Понятно. Я тогда думаю, что имеет смысл... Вот как я сейчас уже вижу себе, представляю инженерные системы данного дома, скорее всего, это должна быть накопительная емкость, твердотопливный котел, который мы будем отапливать эту емкость. То есть, отдельное помещение котельной, и эту емкость, чтобы можно было бы отапливать ночным тарифом электроэнергии, потому что я уверен, что у вас его можно подключить. То есть, когда вам будет лень, вы сможете ночью нагревать эту емкость, бочку условно с водой, и потом эта бочка вам будет отапливать днем дом. Интересно. Я даже не знаю, что такое существует. Да, да, очень интересные такие решения. А когда вам будет не лень, вы сможете дровами отопить эту бочку, нагреть ее, и потом эта бочка отапливать будет ваш дом. То есть, это такая достаточно интересная вещь. В принципе, для той ситуации, которая сейчас складывается, я думаю, что это было бы наиболее оптимальным вариантом. Так, значит... Еще, извините, я перебил еще момент. Я смотрел все ваши видео. Я заметил, что вы используете какие-то очень достаточно большие стеклопакеты, наверное, дорогие, но есть проблема, есть новая философия, что дом должен быть пассивным, и то есть все полностью закрывается, и, может быть, это эффективно, но как-то вот я обожаю в России, что дома здесь дышат, и как-то хочется открывать окна, чтобы был ветер. Я больше такой человек, потому что я был выращен в США, и есть проблемы в США. Гипсокартон, каркас на 4 дюйма, и этот подход пассивного дома, потому что реально человек выдыхает. Я знаю, что есть прекрасные системы, и, может быть, это кому-то подходит. А я, короче, с детства это так надоело как-то. Хочется открывать окно и по-русски проветривать дом иногда. Понятно. Значит, здесь, что я могу на этот счет сказать. Значит, проветривать дом можно, но если это делать зимой, то будут повышенные энергопотери. Конечно, конечно. И просто каждая открытая форточка зимой, она будет выносить из кошелька много денег. Я это понимаю. Стараюсь говорить простыми словами. Поэтому лучше, на самом деле, если открывать окна, то летом, но при этом обязательно сетки. О, сетки, да. От комаров, потому что много все равно у нас насекомых, которые попадают в дом. А, соответственно, зимой окна лучше не открывать и пользоваться системой вентиляции. Но не теми системами вентиляции, которые приняты в США, где там из коридора весь воздух собирается, отапливается и потом обратно подается. Ты еще просыпаешься в детстве утром. Да, да, да. Когда кто-то там пухнул в спальне, и все это разносится по всем помещениям. То есть, такое не должно быть. Нет, системы будут совсем другие. И, в принципе, они достаточно интересны. Хорошо, в принципе, в целом задача ясна. Может быть, какой-то внешний вид, какие-то картинки есть, которые нравятся, подумал. Ну, есть проблема. Вы, наверное, знаете этот храм военных сил Российской Федерации, новый, зеленый. Да, вы это видели? Да. Ну, хотелось бы это, но с матрасом на полу. Но такого не будет. Поэтому, как сказать, у нас выражение, что попрошайники не могут требоваться, как сказать, Beggars can't be choosers, попрошайники не выбирают. Поэтому у меня ограниченный бюджет. Поэтому, к большому счету, это будет больше на ваш взгляд. Но простота. Потому что я заметил, что в ваших домах там много, как это называется, рельеф, где есть разные уровни. Я понимаю, что это визуально интереснее. Но если это требует больше сил, вы даже использовали разные толщины утепления, чтобы получил просто ровно. И единственный момент, как сказать, у вас есть интересные угловые окна. Но есть, наверное, вы обидитесь, вот это второе маленькое окошко, которое, например, внизу, да... Можно это убрать. Можно просто бетон. А это просто не мое. Я более, как сказать, консервативный человек в этом плане. Да, понятно. Так, хорошо, Саш, ну что, тогда твой выход. Значит, давай, значит, у тебя есть несколько десятков минут, чтобы накидать планировку возможную, да, и потом мы это все заснимем, что у нас получится. Ну, и так же, и тоже, может быть, это я вижу очень часто на втором этаже, там полное остекление. Если будет дешевле, не надо делать полное. Может быть, краешки будут, как сказать, плотные, а только в середине будут эти большие окна, потому что все равно там много света, я не думаю. Понятно. Где можно подешевле, это все логично. Я не знаю. Главное, вы знаете, что привлекает вашу систему? Это бетон с арматурой. Если есть момент вдохновения, это дом из бетона с арматурой. Это круто. Какие-то где окна, это, не знаю, 60 или 70 сантиметров, менее важно. А, может быть, один целый момент. Я большой. Все генетики моей семьи и семьи, как сказать, на другой стороне моих детей, все высокие. Поэтому делать маленькие, как сказать, зоны, это плохо. Я самый маленький из моих двоюродных братьев, если что. Поэтому я ожидаю детей-гигантов, и хочется, чтобы было место. Где юг? Так, юг у нас получается вот сверху. Ага. Спейс выходит на южную сторону, входная группа на север, то есть к дороге. Вот. Предусмотрена одна спальня, вот, санузел отдельный и санузел общий. Небольшой тамбур и котельная. И, соответственно, второй санузел маленький, он под лестницей, потому что площади не так много. Вот, соответственно, лестница на второй этаж. Можно как-нибудь поменять пару вещей? Да, конечно. Что, когда мы готовим еду, было бы хорошо смотреть на жизнь. Поэтому если вот это, было бы вот это, это было бы лучше. Это единственное. И вот тамбур лучше здесь. Почему? Потому что там вот этот соседний дом, который тоже мой. И будет, по-моему, много движений туда-сюда. А вот здесь какая-то просто будет забор. Не проблема. То есть мы, в принципе, лестничную клетку просто, ну, меняем местами. Тамбур с лестничной клеткой, по факту, там все остается. И если вы оставляетесь вот комнату здесь, может быть, вы знаете, вот тут одна дверь. Я забыл, как это называется, как здесь двумя дверями. Вот здесь, чтобы когда днем мама может открывать свою комнату, чтобы было больше места, а потом вечером двумя дверями закрывать. Просто в Москве у нас такая комната, где так открывается и получается вот так удобно. Дверь вот такая, то есть как двумя дверями? Вот такая, да? Такая получается? Я сказал бы, типа, стена. А, все, я понял, да. И вот это. Да, да. Ну, я грубо нарисовал. Да, да, вот так. Все, я понял, да, конечно. Ну, чтобы она места много не занимала. Да, да, да. И поэтому, наверное, просто вот эти элементы сюда, вот это вот туда. Да, да. И вот, может быть, двумя дверями туда. Да, и более-менее все. И чтобы кухня была там, потому что реально-то тоже много времени идет в кухню, потому что у нас дети. Я понял. Вот так. Так, ну, в принципе, во-первых, это же понятно. Вот. А по-второму у нас получается, по-первых, у нас получилось 52 квадрата почти. Вот, в принципе, можно увеличить. Ну, то есть это полезная площадь. Да, да, полезная. Площадь застройки, она будет больше. То есть сейчас дом больше, чем 8 на 8. То есть площадь застройки где-то 8,3 на 8,3. Вот. По второму этажу, получается, ну, если мы сейчас, понятно, мы поменяем местами, да. Ну, условно, у нас есть там одна спальня, как мастер-спальня большая. То есть можно дополнительно гардероб и санузел, общий санузел и дополнительно одна спальня и кабинет, чтобы там что-то уже... Ну, если там на первом этаже будет мамин туалет и общий туалет, по-моему, на втором этаже не нужен. Ну, вот мы тогда должны чем-то занять. Либо... Чем-то занять пространство. Не знаю. Ну, почему? То есть спальня, в принципе, и так уже большой площади получается. Ну, да, потому что... Он может быть не очень большим, гардероб может быть побольше и небольшой санузел именно вот для мастер-спальни. Ага. Ну, мастер-спальни, честно говоря, без этой... Потому что реально мне надо делать из этого студия. Нет, студия будет отдельно, кабинет. Я предусмотрел. Можем, конечно, сделать две большие спальни, но они просто будут такие не очень комфортные. Ну, вот типа два маленьких и, может быть, одна тогда супер большая. Но... Нет, просто именно вот... Я не понимаю по количеству спальни. То есть, либо нужно там три спальни, тогда да, спальня-спальня и большая спальня с кабинетом. Либо спальня-спальня и кабинет. Есть один момент. Я старый психопат и я только... Я уже много лет сплю на полу. Как сказать, поэтому в студии я могу тоже спать на полу, на матрасе. Поэтому не парьтесь об этом. В студии это тоже будет спальня. Я понял. Просто вот мне по количеству спальни нужно понимать. То есть, если нужно еще две дополнительные спальни, большой, тогда мы сделаем две. Если нужно там отдельный кабинет и две спальни. Нет, 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 это все, типа две здесь, одна там. Все, я понял. Это тоже спальня. Ну вот, как бы, условно так, то есть, юг у нас, соответственно... Да, потому что там 10, потому что даже вот если там 10, это хватает, ну, на кровать и на весы кто-нибудь хочет там работать и поставить стол, это прекрасно. О, вау, как это все автоматически, супер. Как все это? Бимпроектирование. Да, 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 21, вот, это будет прекрасно. Да, то есть, здесь, получается, у нас окна на юг, с этой стороны мы там на запад и восток сделаем, здесь можно мансардные окна, можно там небольшие окна, также на север, ну, для дополнительного кости. Если это будет юг, это немножко проблема, надо поверачивать 180 градусов, почему? Потому что, все равно, в студии свет, это плохо. Тогда вот в этой зоне мы можем не делать окна и надо подумать, все-таки, возможно, какая-то перегородка. Лучше, чтобы вот этой спальней получилась свет с юга, а эта получила, типа, реально просто или не повернуть, а просто вот вопа. Я понял, поменять местами. Да, да, потому что реально в студии я постоянно буду тогда этим штормом. Ну, как бы, такая индивидуальная вот история. А как это программа называется? Revit. Revit? Revit, да, Autodesk. А, ну, да, да, да. Теперь понятно. Так, здесь у нас будет спальня. Здесь у нас, ну, получается, кабинет и также спальня. Да, вот, по-моему, это будет прекрасно. Да. А, по-моему, мы никогда не будем смысловаться на второй этаж. Нет, мы, получается, мы сейчас перенесем сюда... Нет, сейчас у нас немножко по-другому будет. У нас, получается, мы сейчас перенесем... Я могу сейчас немножко времени все переиграть? Да, пожалуйста, я приехал, чтобы мы этим занимались. Давайте тогда ставим, может быть, паузу, и вы поработите без моего раздражающего голоса. Так, ну, вот... Ну, что, Саш, что у нас там получилось? Сейчас прошло у нас два часа с момента прихода Тима. С начала нашего общения. Так, в принципе, пройдемся по планировке, то есть... Ну, по-моему, сейчас был 19-й век. Получается, в планировке мы вход переместили с севера на западную, получается, сторону. Вот, лестница на север, вот, остался открытый open space кухня-гостиная, одна спальня со своим личным санузлом, вот, и одним общим, и там небольшой тамбур и котельная. Вот, по второму этажу у нас получается одна большая спальня с кабинетом и две спальни, там, поменьше, и один общий санузел. Как надо. Абсолютно то, что нужно. Здорово. Подобрай. Ну, визуально примерно... Ну, примерно по габаритам. По габаритам, то есть, еще немножко площадь, скорее всего, увеличится, вот, но по габаритам примерно будет выглядеть. Прекрасно. Что сказать? Здорово. Как надо. Короче, я доволен. Молчи, ребята. Нет, дорабатывать нужно, да. Точно по размерам все сделать, посмотреть по габаритам спален, более точно там мебель расположить, чтобы было удобнее. Вот, но в любом случае дом чуть-чуть там увеличится, там, вот, сейчас более, там, концептуально было сделано. Тогда продолжаем проектирование, да, уже более такое серьезное, то есть, сейчас мы набросали внешний вид. Сколько времени нам понадобится, чтобы уже выдать окончательный результат? Немного. Немного. Ну, на следующей неделе. А, не, на этой неделе, сегодня понедельник же, да. Все. Отлично, ладно, тогда увидимся. Спасибо. Пожалуйста. Продолжение следует. Разв did und ת Powerful. Здрав right? Пожалуйста.